Три дня в Висагиносе прошли как один день. О моих новогодних приключениях вы можете посмотреть в предыдущей серии. Так как мой паром в Таллинн-Хельсинки был только через три дня, я решила остановиться в Латвии. Я была уверена, что в Латвии с дорогами все нормально, но оказывается я была не права. Я еду в Елково и вот такая дорога передо мной. Ой, ну ладно, что делать. Будем ехать аккуратно. Наконец-то асфальт. До Елково 15 километров. Да, я была наивной, конечно. Здесь асфальт только в деревушках и в городках. Только выезжаешь за город или за деревню, опять вот такая дорога. Вернее, ее отсутствие. Просто Google Maps мне предложил короткий путь, а я этому доверилась. Да, Google Maps на 100% верить, конечно, не стоит. Нужно ездить все-таки только по главным дорогам страны, даже если это отнимает какое-то время. Я решила заехать в город Елгаво. Очень давно мечтала посетить Митавский дворец. Дворец был построен по заказу Эрнста Иоганна Берона, фаворита императрицы Анны Иоанновны. Архитектором и главным руководителем проекта был никто иной, как сам великий итальянский архитектор Бартоломео Растрелли. В здании дворца теперь располагается Латвийский сельскохозяйственный университет. Два маленьких музея при университете оказались закрытыми по понедельникам и вторникам. Я решила прогуляться по центру города. А если бы не прогулялась, тогда бы и не увидела набережной реки Лиэлупе, деревья с замочками любви, велосипедиста-путешественника, парк «Скульптур» на острове Паста, очень красивый концертный зал Метава, а также знаменитый пешеходный мост Метава, Елгавский историко-художественный музей, собор непорочной Девы Марии, башню церкви Святой Троицы. Пока не стемнело, я торопилась в Ригу, где у меня были сняты апартаменты. Вот мой второй этаж, вот с той террасой. Сейчас пойду смотреть. Такая кухонка. Стол. И вот такая гостиная. Здесь еще шикарная терраса. Жаль, что не лето. Балтийское море. Прекрасно в любое время года. Нужно просто одеться потеплее, когда на дворе начало января. После многодневной оттепели в Риге пошел снег, и город стал таким, каким и должен выглядеть в Новый год. Утром следующего дня я решила продолжить прогулку. Субтитры создавал DimaTorzok Ну что, попытка номер два. Во вторник я в музей не попала. Сегодня пробую прийти снова. В усыпальнице Битавского дворца похоронены Венигна Готлиб, жена Берона, сам Эрст Берон и еще четырех родственника, а также 24 представителя династии Кетлеров, правителей Гельсовства, Курляндии и Семигалии. Мои новогодние каникулы подходили к концу. От Риги до Таллина чуть больше 300 километров. Нужно было торопиться на вечерний паром. Я специально выехала из Риги рано утром, чтобы иногда останавливаться для прогулок по берегу Рижского залива. Ведь половина автотрассы проходит вдоль берега моего любимого Балтийского моря. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова